Точка, тире или запятая. Во всем мире уже 17 раз писали тотальный диктант. В этом году он прошел сразу в 60 странах. В Люберцах было организовано 4 площадки. Самая многочисленная в музейно-выставочном комплексе. Именно туда и отправилась наша съемочная группа. Какой знак припинания поставить и самое главное где? Этот вопрос для Натальи Пичугиной не вызывает затруднений. С русским языком жительница Люберец на «ты». Еще в школе она отлично усвоила все правила. Хотя, признается, к тотальному диктанту пришлось освежить воспоминания. Есть у меня специальные книжечки еще со времен школы. Прошлась, обновила свои, воспомнила свои пробелы. Может быть, что-то вспомнила для себя. В этом году тотальный диктант писали по произведению Дмитрия Глуховского. Широкой публике писатель известен по романам «Метро-2033» и текст. Светлана Цветкова с творчеством автора не знакома. Поэтому вся надежда только на свои знания. За орфографией я практически на 99,9% спокойна. А пунктуация, боюсь, что что-то все-таки подзабуду. Тем более, судя по тому, кто автор этого текста, текст планируется быть сложным достаточно с точки зрения пунктуации. В Люберцах площадки были организованы в Российской таможенной академии, вертолетном заводе, торговом центре и музейно-выставочном комплексе. Текст под диктовку написали около 200 человек. Есть у нас постоянные участники, которые с года в год гонятся за этим сертификатом и считают это своим таким важным достижением, улучшают свою грамотность, чтобы написать диктант в следующем году еще лучше. Результаты тотального диктанта можно узнать на официальном сайте проекта. Отличников поощрят отдельно, вручат сертификат и памятные подарки. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.